здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика и сегодня мы вяжем опять вот такой вот интересный кардиган накидку я не знаю как его назвать правильно туника взяла я его девчонки идея не моя взяла я его вот это вот эта фотография из интернета без авторства если вдруг у кого есть ссылка на автора вот этой вот фотографии пожалуйста скиньте мне и обязательно выставлю вот вязать я буду мини версию вот чтобы вам было все видно и понятно вот схему я нарисовала девчонки связала я уже и пыталась вычислить как бы вот это ориентировочная размер потому что понимаю что вы будете хотеть вязать больше меньше вот и вот что у меня получилось вот уже готовая схема готовая туника у меня уже сделано и теперь я могу вам рассказать приблизительно вернее теперь я вам могу конкретнее это все объяснить и рассказать значит основываемся мы вот на таких вот шести квадратах это я говорю для того если вдруг вы хотите больше допустим изделий или меньше длина моего изделия вот она видите вот по сути вот она у меня эти квадраты по 50 сантиметров всего их 4 в основном как бы над и вязание мы начинаем отсюда из и вот так вот вверх если будете хотите вязать крючком то это обычный классический бабушкин квадрат их и всего их 6 штук вы можете их жить но что хочу сказать девчонки я вязала эта модель не подойдет я считаю для толстой пряжи потому что будет некрасиво и пряжа нужно тоненькая если вяжите крючком то пожалуйста вяжите очень такой ажурный легкий воздушный узор всего у меня ушло 3 матка пряжи alize angora gold трех цветов вот осталось совсем по чуть-чуть в общем я вам сейчас показываю ту мою основную версию а вы можете корректировать по как бы полосы вот это все вы можете варьировать если вы возьмете остатки пряжи даже если вы свяжете вот так вот в полосочку тоже будет очень красиво вот я основывалась на оригинал значит два цвета я перемотала в два кубка вот они а вот это вот будет вот этот вот основной цвет что еще плотность вязания у меня 18 рядов вот это есть плотность нашего вязания вот спицы я использовала четыре с половиной миллиметра но обязательно вяжите образец и по образцу набирайте свое количество петель 300 петель всего так я набрала образец 36 петель просто чтобы мне хорошо можно было разделить это число на 4 и на 3 вот поэтому у меня каждый сектор по 9 петель а вот эти вот сектора по 3 петли а в оригинале значит у меня каждый сектор здесь 75 75 75 из 75 соответственно но вот эти вот сектора я разделила по 25 петель вот таким вот образом то есть в центре у меня 200 петель если посчитать все вот и по 25 петель этих цветов значит набирала я вот этим вот цветом и теперь вяжу считаю и кромочную значит 3 петли теперь привязываю второй цвет вяжу 3 петли теперь вот этот вот цвет который у нас пойдет по центру 24 петли 4 теперь следующий привязываю 3 петли и последние 3 петли то есть сейчас я разделила на цвета кому сложно девчонки даже если вы возьмете секционную каждую я думаю здесь не сложно вот это разными цветами вязать просто единственные неудобства это единственное это много клубков и придет приходится их через каждые допустим два ряда разматывать или держать в коробке и постоянно их распутывать в общем как-то приспосабливайтесь так и последние три петли вот зеленым цветом все цвета я распределила вот видите центральная часть у меня это этот второй цвет и по бокам третий цвет теперь я вижу по узору сейчас я покажу для новичков как перед переплетать нити чтобы не было дырки между цветами это для тех кто не знает вот заканчивается этот цвет теперь мне нужно на желтый я вот эти вот нити одну эту оставляю здесь и что со второй вот так вот переплетаю да ни в коем случае не вот так вот потому что останется дырка только их вот так вот перебросить через себя вот раз два три вот я не получится что они захватили друг дружку точно так же и здесь вот так вот видите чтобы они обвели друг друга друг дружку вот поэтому они и путаются очень сильно но зато потом получается красивое полотно это дальше вам покажу как оно выглядит вот и вот таким вот образом я вязала 45 рядов всего это 25 сантиметров то есть половину этого квадрата вот приблизилась я сюда здесь я тоже делаю то же самое все время и вот эти нити вот так вот перебрасываю и распутываю кубки вот но зато потом получается красивое полотно вот лицевой это в изнаночной глади я показала сейчас покажу лицевой глади то же самое только за работой в изнаночной глади вы там перебрасывать вперед смотрим видите эту забудем сюда нить которую мы оставляем и берем вот эту чтобы они у нас были вот так вот друг через друга захвачены и так все время мы делаем здесь вот растянулась потому что эта нить у нас лежит без работы вот сейчас вот мы подтягиваем чтобы все было вот опять же обвиваем нить нитью видите даже другой цвет и продолжая вот таким вот образом задать ровно половину этого квадрата так вот когда мы провязали половину нашей вот вот она нашего квадрата да вот здесь вот половина давайте я буду писать вам чтобы вам было тоже понятно здесь у меня 45 рядов до этой точки и теперь нам нужно убрать вот эту центральную центральный цвет и оставить только два уже у нас будет идти вот это вот полоса сплошная для этого я так здесь вот эту нить мы отрезаем и уже далее далее у нас немного легче потому что уже остается три клубка продолжаем вязать желтым цветом этот второй желтый мы тоже отрезаем и остается у нас два зеленых и один желтый посредине и вяжем еще три клубка по 30 рядов почему я так разделила девчонки изначально я хотела на равное количество разделить вот эти 90 рядов по 30 но я почему-то боялась что вот этих вот не так мотка не хватит а у меня было всего три разных мотка поэтому я так разделила если вы разделите равным количеством я думаю будет красивее на самом деле я вам это говорю почему я так разделила потому что у меня было три мотка и совсем по чуть-чуть у меня кстати все три ушли и совсем по чуть-чуть остались вот далее далее я вижу эти 30 рядов таким вот образом вот этим вот цветами видите от начала вязания у нас должно быть провязано 75 рядов и остаться из этих 90 еще 15 рядов теперь я перехожу на зеленый цвет полностью убираю все дополнительные и вижу еще 15 рядов одним цветом как указано на по схеме вот провязали мы 15 рядов у меня конечно не 15 значит здесь у нас 15 рядов и теперь нам нужно сделать вот эти вот закрытия это закрыть вот квадрат который у нас состоит из 70 и 75 петель 50 сантиметров 50 сантиметров 50 сантиметров и закрываем с каждой стороны по 75 петель закрыла в начале ряда теперь провяжу до конца ряда чтобы не было лишних узлов их у нас и так достаточно которые нам потом нужно будет затягивать и теперь в конце ряда тоже мы делаем закрываем 75 петель в конце в начале что осталось у нас остаться должно здесь 150 петель ровно половина того что мы набирали и здесь мы еще вяжем высоту 15 рядов этим цветом и так провязала я образно говоря 15 рядов теперь мне нужно снова вклинить сюда желтый цвет а здесь он розовый а в оригинале он у меня бежевый значит здесь у меня снова то же самое количество петель 25 и 25 то есть одна треть нашего квадрата я привязываю вяжу вяжу центральные в оригинале это сто петель вяжу центральные в оригинале это сто петель у меня снова 25 петель которые я вяжу зеленой нить ухты у меня совпало вот и продолжая я это все дело вязать 30 рядов вот таким вот образом 30 рядов вот я пишу высоту и так здесь вот когда мы провязали эти 30 рядов мы выделяем опять 3 3 цвет соответственно 25 петель у нас следующий цвет все четко одна треть квадрата и две трети квадрата это центральный вот этот цвет это у нас 50 петель вот мы его отделили и теперь еще второй желтенький и продолжаем вязать 45 рядов ровно столько сколько и в начале то есть мы полностью дублируем высоту первую часть соответственно 50 сантиметров они у нас везде 50 сантиметров 50 да ё-моё вот таким вот образом я продолжаю вязать 45 рядов 45 рядов и здесь у нас если посмотреть у нас 50 сантиметров 90 рядов это в моем случае у вас же может быть другая плотность или другой размер ширина изделия вот здесь вот у нас получается здесь у нас 100 сантиметров вот это вот часть 150 петель 150 петель вот здесь все у нас одинаково вот вот и так у нас вот такая вот конструкция и когда мы провязали 45 рядов все петли закрываем так я буду обрезать вот эти дополнительные нити а вы можете закрывать как бы цветной ну то есть менять нить и обрезать вот эту вот вот эту вот в любом случае хоть так хоть так нам придется вот эти вот все концы затягивать и прятать да поэтому либо вы закрываете нитью в цвет либо одной вот этой вот крайней нитью у меня контраст был небольшой поэтому я все закрыла бежевая нитью вот в моем случае вот такая вот конструкция у меня получилось ширина 2 метра и высота 1 метр вот этой конструкции а сама туника имеет другие размеры вот очень много конечно этих но я сейчас образец вяжу на толстой пряже поэтому они очень видны а там когда вы вяжете этой али за тоненькой пряжи обрезать в общем так куколки вот вся вот эта конструкция которая у меня получилось вот эти вот нитки не обращайте внимание на вот эти вот хвосты я не буду их обрезать потому что все равно я вот это не буду их обрезать потому что я эту детальку распущу или выброшу не знаю пока еще в общем понятно да вот она наша конструкция вот эти вот части должны у нас соответствовать друг другу то есть совпадать да здесь у меня по 50 сантиметров да мы помним вот как же мы сшиваем вот как бы вам все таки я обрежу вот эти концы чтобы вам не мешало видим мы да нашу деталь которая у нас получилась вот такая вот как же мы сшиваем мы складываем вот таким вот образом вот здесь вот я чуть-чуть не хотя вот видите сшиваем вот боковой шов оставив здесь для отверстия рукава не до 18 20 сантиметров отверстие вот один и второй и здесь и еще мы сшиваем вот здесь вот тоже регулируйте вот это у нас вырез горловины регулируйте как настолько большой насколько большой вырез вы хотите вот у меня здесь вот так вот скручена да вот таким вот валиком вот по итогу у нас получается вот такая вот конструкция вот еще что хочу сказать можно я думал очень красиво будет если не сшивать вообще ничего здесь вот пришить пару пуговиц вот как бы таких декоративных здесь и здесь подвиг пуговицы и здесь вот две или три пуговицы просто чтобы это было такой разлетайкой ну и сижу на карантине пуговиц у меня столько нет таких подходящих поэтому я сшила вот я думаю вам все понятно на самом деле все просто вот она вся конструкция горловинка на сегодня все с вами была Вика Решкова рукоделия всем пока на сегодня Субтитры подогнал «Симон»